Я Янкин Галина Алексеевна, инвалид первой группы по зрению. До этого я, как говорится, видела и работала, и всё. А вот в 16-м, когда сделали операцию, вот с тех пор я уже как бы не вижу. И вот эта проблема с дорогой. Вот нам в 17-м обещали сделать дорогу. Ну и вот сегодня уже 23-й год, как говорится. Нам как был, так и есть. В том году я уже, я просто уже 4 года не выхожу с осени, начиная с ноября и по апрель месяц. Я не выхожу из дома, потому что когда гололёд, когда снег, здесь идти невозможно. Муж меня ведёт, у него тоже вторая группа, но как бы он меня здесь ведёт. А как идти? Если лужи, идти по бордюру. У нас очень многие падали в лужи, вот в эти ямы. И уже вот в том году я обратилась, но я не знала, куда обращаться. Как говорится, интернета нет у нас. Мы пользуемся только кнопочным телефоном. Я обратилась в общество слепых, ВОЗ. И к председателю попросил, говорю, чтобы... Сначала она прислала одного молодого человека, он сфотографировал. Он выставлял где-то это. А потом она обратилась в взгляд инфо. И в августе месяце, в 22-м году, к нам приезжало телевидение. По-моему, была Оксана. Вот мы прошлись. Сначала муж меня проводил. Потом она говорит, давайте я попробую вас везти. Вот идёт вдоль, от Пономарёва до энтузиастов, идёт до 33-го дома. Хорошая дорога, наверное, по которой вы сейчас подъехали. А когда вот съезжаешь сюда, всё, дороги нет. Таксисты зимой порой, они даже не подъезжают. То есть у них вот машина с низкой посадкой. Он говорит, я не подъеду, вы вот подходите к первому подъезду. Тогда я вас возьму. И когда всё это сделали... Но самое интересное, что не успели только снять этот репортаж. Наверное, только что он вышел в соцсети, или как это называется, показали. Вот моментально мы здесь все сидели, приехали с администрации заводского района. Я не знаю, какую она должность имеет, пиглица. И сразу на нас... Вы знаете, вы так поторопились. Вот вы у нас уже в плане. Вот мы осенью будем вам дорогу делать. Всё хорошо. Осень прошла. Вот начался. Стали говорить о том, что как только деньги придут, сразу будем делать с вашего дома. Мы начнём. У нас есть план вот всего этого участка. То есть вот дом и как подойти к остановке. Там и к остановке не подойдёшь. У нас ноги поломаешь. Всё. Вот год прошёл. Ко мне позвонил председатель и спросил, Галина Асейна, как у вас там с дорогой проблемно? Ну, в душе-то я рассмеялась. Как было, так и было даже ещё хуже. Вот. Она говорит, общество слепых. И вот она и говорит, хорошо, я обращусь, потому что год прошёл. Ну, что это? Ну, сколько можно обещать? Ну, опять сидеть весь год. Мы уже просили, ну, может быть, это самое, где-то будет, сэкономят где-то или как-то. Или, может быть, они найдут эти деньги. Вот единственная, знаете, какая у меня просьба, чтобы вот этот репортаж, или вот, если это возможно, выставить на телеграм-канале Басаргину. Мы любим наш город. Когда нам говорят, что у нас есть пешеходные зоны, что у нас есть сквер Марины Росковой. До этого сквера-то мы не дойдём, мы не доползнём. Тут дорогу не перейдёшь. И наша дорога непонятно чего. Вот в чём дело. Просто обидно. Да, у нас хорошо пляж и набережная, и все эти спортивные сооружения. Мы рады. Ну, нам как жить? Вот вы посмотрите, все сидят с палочками, да? А как соцработники? Вот многие у нас соцработники. Как вот она идёт, несёт сумки, да? Обслуживает она вот пенсионеров, инвалидов. Да тут ноги поломаешь. Ну, ребят, помогайте. Спасибо за просмотр!